Девушки отдыхают 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 в России очень долго, как раз-таки выкладывали элементы лягушки. Какие у вас любимые богатыри и попадут ли они в вашу сказку? Ты, наверное, чуть-чуть провидец. Дело в том, что я подготовила уже новую книгу «Чарующий мир русской былины». И именно там дети страны узнают и об Илье Муромце, почему он лежал на печи и какой именно напиток поднесли ему три волхва, чтобы он встал из печки и пошел защищать мечом нашу родную землю. Где находится меч-кладенец? Почему слово «богатырь» не русского происхождения? Какого роста был мальчик с пальчиком? Вот такой? С мизинчик. Это наши самые младшие юнкоры – Ханты-Мансийск. Страна чудес. Наши ребята – опытные телезионщики. Они и в кино снимались, и в программах. А сегодня у нас прямое исключение. Дим, какой у тебя вопрос? Кто родители Кащея? Существует такая история. Прототипом Кащея стал некий человек, его так и звали Касьян, который смотрел на людей, но не вмешивался в их дела. И русские люди на него обиделись, потому что он не помогал им творить добро, а просто созерцал, то есть смотрел на то, что он делает. И вот поэтому нарекли его таким именем Кащей. День Касьяна традиционно в русском народе отмечали в последние дни февраля. А у нас еще вопрос. Баба-яга – это сестра Кащея? Нет. Баба-яга – это отдельный сказочный персонаж, который живет на стыке миров. Не случайно ее персонаж поместил наш народ в избушку на курьих ножках. Больше всех вопросов про Баба-ягу мы сделали отдельную подборку. Почему Баба-яга – костяная нога? Потому что наши предки считали, что люди, наделенные определенными, ну, увечьями, имели колдовскую направленность. Поэтому очень часто в народных легендах и преданиях тот, кто имеет гор, может творить волшебство. Вот так вот. Поэтому у Бабы-яги костяная нога не просто так. Почему Баба-яга летает на ступе? Баба-яга, она живет в лесной доли, да? На опушке обязательно находится ее сказочная избушка. И раньше, когда не было докторов, были люди, которые назывались знающие люди или знахари. А как они лечили людей? Они собирали различные коренья, травы, а потом измельчали их ножиком и толкли в ступе. Но фантазия народа настолько была интересна, что она увеличила этот предмет и сделала ступу большой. И Баба-яга управляет пестом, да? И передвигается на самом деле. Это ее транспорт. У нее крыльев нету, уступы, поэтому она не летает. Правильно говорить, что она передвигается. Об этом даже во многих сказках сказано. Летают у нас Змей Горыныч и другие персонажи. Вопрос от Полины Сергеевны. Баба-яга вроде злая, но в итоге ее в сказках. Все все равно побеждают. А может быть, она мудрая и учит таким образом жизни всех? Полностью согласна с тем, кто задал этот вопрос. Дело в том, что Баба-яга очень часто помогает герою найти правильный путь. То есть, по сути, она его наставляет на путь истинный и рассказывает, где находится волшебный предмет или как попасть на невидомые дорожки. Ни в одной сказке русской Баба-яга так и не съела никого. Нижний Тагил задает вопрос. Есть ли общие сказки у разных народов? Сказки, которые дружат? Где герои и поступки похожи? Конечно, безусловно, сюжеты сказок во многих странах, национальностях, этносах перекликаются. Почему? Это не случайно. Потому что сказка, какая бы она ни была, русская, английская, французская или бурятская, она несет определенную направленность. Во-первых, она рассказывает об укладе жизни народа, а во-вторых, несет нравственную составляющую. То есть, когда мы с вами читаем сказку, то обязательно мы задумываемся над тем, правильно ли поступил герой в этой сказке. Положительные или отрицательные он несет черты. А вот если бы вы были на месте этого героя, как бы вы поступили сострадательно, протянули ли бы руку помощи, умели ли бы так хорошо дружить? Поэтому, конечно, сказки между собой похожи. Мне очень нравится читать книжки. У меня к вам такой вопрос, чем отличаются руссконародные сказки от других? У них есть свои изюминки, те предметы, которые в русской сказке – это всегда печка или, например, кисельные берега, жар птицы. В мировой культуре, в сюжетах этих сказок, другие герои, бытовые предметы и так далее. Почему в сказках бывает часто цифр 3? Например, 3 брасенка, 3 желания, 3 сына, 3 медведи и так далее. Вот если вы прочитаете русскую сказку, то всегда у змея Горыныча 3 головы, 9 или 12. Почему этот народ так в тройной степени увеличивает силу этого змея Горыныча? Или, например, чтобы что-то совершить, какое-то определенное действие, это нужно было сделать тоже 3 раза. То есть 3 – это волшебное число. Например, захотели вы выучить стихотворение, его нужно как минимум 3 раза повторить, чтобы оно отложилось у вас в памяти. Почему бывает царство 3 9, 3 10, но я никогда не встречала 3 1, 3 3? Если мы с вами заглянем в прошлое, то когда были языческие времена Древней Руси, то существовали такие 3 мира – я, правь и нафиг. То есть то, что на небе, то, что под землей, то, что в реальности. Когда пришла на нашу Русь православная вера, то тогда тоже наш народ принял цифру 3, поэтому нужно себя в сказках, это мы тоже находим этому подтверждение, 3 раза осенить, например, крестным знамением, чтобы от нечистой силы избавиться. Или, например, выдающиеся писатели тоже помещают цифру 3 на основе народных преданий в свои произведения. Так нужно 3 ночи отстоять, да, у Гоголя вий, чтобы избавиться от вот этого чудовища, которое, да, появится. То есть от нечистой силы себя охранять. Ведь цифра 3 является поэтому волшебной. То есть третичность. Есть золотое, серебряное, медное. Царство тоже 3. Всегда 3 есть брата, 3 сестры. У нас есть сообщество ВКонтакте. На наш пост откликнулись те, кто любит сказки. И я тоже написала вопрос. Я мама трех детей, педагог, учитель-логопед. Я все равно люблю сказки. И много интересных вопросов прислали нам библиотекари. И мы сейчас их озвучим. Почему прадец Иванушка превратился в козленку? Козел – это крестьянское животное, которое живет на подворье русского человека. Но в то же время мы в наших пословицах-поговорках находим ответ, когда мы говорим «козел отпущение» или «ругательно» называем кого-то. А почему? Да потому что это человек, который провинился. И в данной сказке то же самое. Он ослушался свою сестру, да, то есть он поступил своенравно и потерял человеческий облик. Сказка эта учит чему? Не терять человеческий облик, чтобы не стать козленочком. Это иносказательное слово. Дело в том, что в русских сказках всегда женщины, девицы, девицы, они наделены тоже вот таким вот качеством превосходным. То есть премудрая, то есть очень-очень мудрая. На все вопросы знает все ответы. Какой самый любимый цвет в русских народных сказках? Для русского человека красный цвет был очень любимым цветом. Поэтому в традициях нашего национального костюма это и красный сарафан, и красный девица мы говорим. Кем бы работали герои сказок в наше время? Я думаю, что змеи-горыныч, который быстро мог перемещаться от репейный гор или в 30-е царство, мог бы прекрасно истребителем управлять. А, например, царевна лягушка, понятно, что это шуточно, могла преображать бы все вокруг, да, скинув свою кожу, становиться опять красивой и рукодельницей. Но я думаю, этот вопрос можно даже задать в студии. Я думаю, что Баба-Яга могла бы работать какой-нибудь горничной, допустим, или из-за того, что она летает в своей ступе, также вместе с Горынычем могла работать на каком-нибудь истребителе или на самолете. Земелья было бы изобретателем, айтишником, создателем искусственного интеллекта. Я считаю, что холоп-бог бы мог быть почтальоном для разночеком пиццы. Ммм, значит, мог бы однозначно стать тесняком, инспектором охотничьего хозяйства. Илья Морнец, Алеша Попович и другие богатыри могли быть МЧСниками, спасателями, спортсменами и тяжелоатлетами. Если бы мудрый ворон жил в наше время, то он, наверное, выбрал профессию сотрудника МФЦ. Он настолько мудрый и знал бы, как работать с документами и знал бы, куда одевать различные бумаги. Здравствуйте, ребер, это Соми Центр на связи. Мы немножко пофантазировали вот с ребятами, и я думаю, что Соборочка могла бы быть директором холодильных установок. И продавцом мороженого продукта. Коспиталка. Каза утрешена. Алеша? В народных поверьях его зовут Никола Дуплянский, потому что в нашем народе верили, что его дух живет в Дупле. И именно в октябре он уходит на покой и засыпает, а в марте, когда начинаются таять льды, ледоколы на речках, он начинает просыпаться. И поэтому просыпается лес. А вам такая загадка. Есть определенный напиток в русской сказке, который в древности резали, а сейчас пьют. Как вы думаете, что это за напиток, который вы даже употребляете дома и в детском саду его пили? И в школе. Правильно, кисель. Дело в том, что раньше кисель было такое кушанье, которое резали ножом. А в чем сила сказок? Сила сказок в мудрости, в той накопленной веками народной мудрости. И еще, на мой взгляд, сказка имеет определенную силу, какую всепобеждающую. Все будет обязательно хорошо. И снова страна чудес на связи. В русских сказках медведь любимчик. Почему его так любят сказочники? А что он символизирует? Ведь в жизни он совсем не безобидный. Медведь – это и символ наших лесов, нашей бескрайней России. Такой вот мощный символ, но в то же время добрый, добродушный, который очень часто и помогает. Если мы вспомним о некоторой сказке, он помогает героям Топтыгин. Но даже охотники в старорусских сказаниях и легендах между собой его называют хозяином леса. И дают ему имя Потапыч. Кажется, к нам кто-то присоединился. На связи Егор Атальметьевск. Всем привет! Мы из медиашколы Телешко, из города Альметьевск. И у нас такой вопрос. Известно, что Русь всегда славилась своими богатырями. Есть версия, что легендарный русский богатырь Илья Муровец жил среди финно-угорского народа. И был при этом волжским булгарином. И почему же все считают его своим героем? Дело в том, что справедливости ради, нужно сказать, что Илья Муровец, само его название, да, Муровец, из славного города Мурома. Это реально исторический персонаж, который потом даже был канонизирован. За что? За то, что он смог отстоять православную веру и русские земли. Поэтому он все-таки наш русский из Мурома. Ребята, смотрите, как много любят читать сказки взрослые и дети. И мы нашли своих новых единомышленников. Передаем слово кургану. В сказках говорят о живой и мертвой воде. Что это значит? Ой, великолепный вопрос, волшебный вопрос. Дело в том, что живая вода – это вода для наших предков, которую они брали из открытых источников. А вот стоячая вода, например, болото, всегда полагали, что эта вода является там, где живет нечисть или, скажем так, болотники, то есть там, где творятся какие-то неправильные существа. Но мертвая вода обладала определенной волшебной силой. Какой? Да она могла склеивать тело, изрубленное, например, главного героя. Оживительная вода. Она оживляла дух. Поэтому очень многие полагают, что душа, да, когда мы говорим дух, душа, как раз-таки связана с живой водой. С воды же все началось, зарождение земли. И, наверное, таким образом наши предки пытались объяснить, что живительная сила воды. Поэтому нам всем нужно, во-первых, и озера, и реки беречь, да, ну и воду пить почаще. И еще вопрос из нашей студии. Какая сказка самая старая? Первые все-таки сказки, как многие этнографы и исследователи полагают, это сказки, посвященные животным и птицам. Потом появляется в фольклоре волшебная сказка по мере развития фантазий. А вот самые молодые – это бытовые сказки, которые имеют бытовой сюжет. Какие птицы были в русских сказках и преданиях? Спасибо. Очень интересный вопрос. Дело в том, что птицы были волшебные, а были всезнающие. Так, например, жар-птица, которая помещена в русскую народную сказку, и такая желанная для царя, почему ее все время похищает, да, Иван-царевич, да, еще и на волке скачет, чтобы ее добыть. Она как раз-таки наделена исцеляющей силой. А почему? Да потому что она молодельными яблочками питалась в своем саду. Цари хотели ее заполучить, чтобы продлить себе годы. А вот в народных сказаниях и легендах живут такие птицы, как Альконост и Сирин. Есть, например, моя любимая птица, о которой я люблю читать. Это птица Гамаюн. Эта птица наделена в национальном сознании просто вещей мудростью. То есть она пела и о добре, и о зле, и могла предсказать будущее человека. Есть еще птица Стритим. Эта птица – мать всех птиц, так сказано в русских легендах. А почему? А потому что она могла одним крылом, у нее огромные были крылья, повелевать стихии. Есть и чисто мужские птицы. Например, фенист, ясно, сокол, да, это птица в мужском обличье. Расскажите, пожалуйста, что такое сказкотерапия и будут ли в будущем сказки по рецепту выписывать. Я думаю, что обязательно будут прописывать. И я сегодня тоже выпишу вам такой рецепт, как можно чаще читать русскую сказку. А почему? Потому что действительно сказка лечит душу человека. Сказкотерапия появилась в 20 веке. То есть она помогала, например, детям, у которых столкнулись с каким-то заболеванием, да, отлечься от того, от своего недуга. И поэтому детям читали такие сказки. Кроме того, давно доказано учеными, теми же психологами, если, например, вы чего-то боитесь, то хорошо бы было взять лист бумаги и нарисовать тот страх или того страшного героя, кого вы боитесь. Тем самым совершить самому такое волшебство, побороть свой страх, нарисовать его из сказки. Почему ворона в русских народных сказках наделили мудростью, а не воробья или сову? Дело в том, что, наверное, наши предки подметили, что ворон живет очень долго, да, 300 лет практически. Ну а раз он живет больше, чем человек, значит, он наделен определенной мудростью, то есть имеет богатый опыт. Я вас сейчас внимательно слушала. Можно я включусь в ваш разговор? И хочу добавить, что у народов ханта и манси тоже очень почтительное отношение к ворону. Про ворона очень много сказок. Ворон является прародителем женского начала. И в честь вороны каждый год в нашем округе празднуется праздник. Он так и называется Вороний день. Ворон является покровителем женщин и детей. Озвучу вопрос из Нистюганска. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества, моя коллега Марина Максимова и ее воспитанники спрашивают, какой древний транспорт самый старый? Ковер-самолет? Сапоги-скороходы? Или печь-емели? Конечно, печь-емели. Печь появилась в традиционном русском жилье. Поэтому, конечно, из этих трех печь является самым древним средством передвижения. К нам присоединился Денис Крылов из Нижнего Артеска. Яблоко от яблони недалеко падает. Почему не груша от груши? Почему не вишня от вишни? И вообще, чаще всего в сказках фигурирует яблоко. Почему именно этот фрукт? Это не просто так. Дело в том, что яблоко наделено определенной волшебной силой. Если, например, по тарелочке его пустить, то он покажет, что будет. Яблочко катали на тарелочке. Дело в том, что яблоко чаще всего встречается где? На территории нашей России. Поэтому яблоня и попала в сказку русскую. Это и наливные яблочки, и молодильные яблочки. Потому что это был фрукт самый доступный для всех. От крестьян до царей. И еще один вопрос из Нижнего Артеска. И, кстати, от наших самых старших коллег. Добрый день. Жанна Викторовна на связи Нижнего Артеска. Мы хоть и взрослые, но тоже очень любим сказки. С удовольствием читаем своим детям. Потому что русские народные сказки – это кладезь мудрости. С детства у нас остались некоторые вопросы. В русских народных сказках довольно часто встречается такое описание местности, как кисельные берега, молочные реки. И так журналистов газеты «Местное время» интересует, что же на самом деле это такое и как они выглядят. Ну вот кисельные берега как раз-таки связаны с тем древнерусским кушанием, когда кисель был еще твердым и его резали. А молоко есть в каждом крестьянском подворье. Поэтому, конечно, русский крестьянин желал себе доброй, сытной жизни. Но не всегда она у него такая была, да, сытная жизнь. И поэтому, закрывая глаза, он представлял и молочные реки, и кисельные берега. А мы еще знаем с вами, что раньше сладостей-то на самом деле не так уж много было. Это были пряники или подслащенные фрукты. То есть на самом деле основным-то лакомством было что? Кисель, морс, ягоды. Чудо-юдо, змей Горыныч, полос. Это драконы. А почему они дышат огнем? Это связано с пороховым ядром. Что тоже, когда впервые русский человек увидел, как пороховые ядра взрываются, наделил змея Горыныча вот таким огнедышащим предметом. Ядра же раньше с пушек летали. Поэтому змей Горыныч, который извергает из своей, это связано еще и с боевым искусством. Поэтому, кстати, очень часто либо русский богатырь, либо царевич борется с вот этим существом. Кто такой змей Горыныч? Это воплощение зла, который на святую Русь позарился, понравились земли ему наши прекрасные. Вот он и давай извергать на них огонь да пожарище. Село там, деревни выжигать. Поэтому с ним и борется. То есть русский герой, он и борется с вот этим злом. Я в детстве очень мечтал завести золотую рыбку. Почему именно у золотых рыбок в сказках такая миссия выполнять желание? Ну, во-первых, золотая рыбка – это сказка авторская Александра Сергеевича Пушкина. Почему он ее туда поместил? Но дело в том, что она же цвета золотого, а золото златом обладали кто только? Цари да волшебники. Поэтому желанное – то, что может исполнить. Спасибо вам, Женна Викторовна. Мы хотим с ребятами подарить вам вот такой вот яркий клубочек, чтобы он направлял вас на верный путь и был путеводителем. Я желаю вам добра. Я узнала сегодня очень много нового. И желаю, чтобы у вас все получалось, и чтобы идеи на книге всегда были. Понравилось все. Я желаю вам, чтобы новые книги выпускались все чаще и чаще, и вас узнавали все. Дорогие ребята, я всегда в своих авторских очерках и для взрослых, и для маленьких читателей говорю такую очень важную мысль. Да не прервется нить между поколениями. Большое вам спасибо за этот клубочек. Я его заберу с собой. Он будет у меня на письменном столе. А я хочу вам пожелать, чтобы действительно эта нить путеводная никогда не прерывалась. И когда вы вырастите, может, вы тоже захотите стать писателем, чуть-чуть волшебником для детей и взрослых. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok